Добрый вечер! Вы смотрите Ост-Вест, европейский информационный телеканал на русском языке. Меня зовут Мария Волкова и прямо сейчас в нашем эфире дайджест новостей. Вот его главные темы. Новый большой коалиции еще нет, но немцы уже считают СДПГ проигравшей. Таковы данные соцопроса. Его провели за считанные дни до решающего съезда в Бонни. Немецкая пресса возмущается. АДГ сорвала вечернее заседание в Бундестаге. В партии это назвали местью за отказ выбрать их членов в Комитет по контролю спецслужб. Сексуальный скандал в ООН. Более 15 сотрудников ООН заявили о домогательстве. Только 9% немцев назвали СДПГ победителями по результатам предварительных переговоров с ХДС, ХСС. Почти треть считает, что у выигрыша осталась Меркель. Причем чем моложе были опрашиваемы, тем выше был скептицизм в отношении участия социал-демократов в большой коалиции. Это данные Центра изучения общественного мнения ЮГОВ. Они опросили 1100 человек из разных партий. Но далеки от оптимизма и настроения в само СДПГ. Выступая на съезде социал-демократов в Гессене, исполняющий обязанности зампредседателя СДПГ заявил, что низы партии не согласны с новой редакцией большой коалиции. При том, что даже сама мысль о большой коалиции вызывает у меня головную боль, я считаю, что нам все-таки надо на нее согласиться. Я думаю, что необходимый процесс обновления СДПГ не зависит от того, являемся ли мы правящей партией или оппозиционной. Если СДПГ не может провести реформы в своей партии, находясь в правительстве, то проблема у нас куда серьезнее, чем мы думали. Я считаю, что избиратель явно принял решение против большой коалиции. Я также не понимаю, почему некоторые утверждают, что мы должны быть привлечены к ответственности, если не согласимся на нее. Подписанных по результатам предварительных переговоров документах я не узнаю из СДПГ. Настроение, конечно, очень напряженное. Мы ясно говорим нет. Не может быть очередной большой коалиции, которая будет продолжать уменьшать наши проценты на выборах. Сам Шульц в интервью Шпигель решил предостеречь членов партии от отказа вступать в переговоры по большой коалиции. По его мнению, это приведет к новым выборам и довольно скоро. А там СДПГ ожидает еще более худший результат. Цитата. Я не хочу, чтобы работница дома престарелых еще 4 года ждала улучшения условий своего труда, только ради того, чтобы СДПГ чувствовала себя комфортно. Но убедить членов партии в том, против чего Шульц сам выступал ровно 4 месяца назад и что так сильно критиковал, все-таки непросто. В ближайшее воскресенье съезд СДПГ в Бонни должен решить, пойдет ли партия в большую коалицию. Доверие к Шульцу у немцев тоже падает. Из того же опроса выяснилось, что если большая коалиция состоится, то 33% немцев хотели бы видеть вице-канцлером не Шульца, а Зигмара Габриеля. За Шульца голоса отдали только 22% опрошенных. В четверг вечером депутатам Бундестага пришлось пойти домой раньше времени. АДГ сорвала вечернюю сессию, предложив подсчитать количество депутатов в зале путем бараньего прыжка. Так немцы называют процедуру, при которой все члены парламента для того, чтобы проголосовать, выходят из зала и заходят через три разные двери. За, против и воздержался. Депутатов подсчитали и выяснилось, что их слишком мало для голосования и работы. 312 вместо минимальных 355. Кстати, еще вопрос, почему было столько отсутствующих? Этот шаг АДГ инициировала специально, назвав реваншем за отказ Бундестага голосовать за их кандидата. Он хотел занять кресло, ни много ни мало, в Комитете по контролю разведслужб. Теперь с уверенностью можно сказать, что нашего кандидата опять не избрали. АДГ сильно страдает от такого отношения других партий в парламенте. Эти отказы происходят снова и снова. И мы можем констатировать, что 13% голосов просто игнорируются в Бундестаге. И это уже неприемлемо. В Комитете по контролю разведслужб баллотировался Роман Реуш, бывший генпрокурор. Парламентариям не понравилось, что Реуша подозревают связи с ультраправой группой движений идентичности. К тому же, будучи еще генпрокурором, он выступал за ужесточение наказания в отношении подростков, выходцев из мигрантских семей. Ранее не утвердили на пост вице-президента Бундестага и другого кандидата от «Альтернативы для Германии» Альбрехта Глазера. Теперь АДГ решил объявить войну. Мы можем обойтись и без этого, работать тут без каких-то договоренностей и не обращать внимания на других. Я не знаю, хорошо ли это для Бундестага и принесет ли это что-то нам. Но то, что сегодня сделали другие, показывает мне, что да, они хотят войны. АДГ имеет право на председательство в трех комитетах. И, как отмечает, например, журнал «Фокус», полное игнорирование этой партии в парламенте может быть опасным. Во-первых, на следующих выборах альтернатива для Германии может удачно использовать образ жертвы. Нам мешали работать, кандидатов не утверждали. А во-вторых, чем важнее комитеты, куда попадет АДГ, тем более явно немцы смогут увидеть работу этой партии и ее реальную эффективность. Движение Мету вышло за пределы киноиндустрии. Сотрудницы ООН заявили о сексуальных домогательствах в стенах Организации Объединенных Наций. Как пишет Guardian, в ООН процветает культура молчания. Жертвы подвергаются давлению, а предполагаемые преступники остаются на своих должностях. Всего о домогательствах заявили 15 человек. Почти все из разных стран и работают на разных континентах. Кто в Нью-Йорке, кто в Вене. Как заявила одна из жертв, если бы она сообщила о домогательствах, ее карьера бы автоматически закончилась. Три женщины рассказали, что они либо потеряли работу, либо им угрожали увольнением. А предполагаемые преступники все еще находятся на своих постах. В ООН очень серьезно отнеслись к подобным обвинениям. Генсекретарь ООН Антонио Гутьериш уже заявил, что будет безжалостен при разбирательстве. В ООН создадут специальный комитет, который займется внутренним расследованием. Завтра последний концерт «Пусси Райт» в рамках немецкого турогруппы. Это совместный проект Марии Алехиной и продюсера Александра Чапорухина. Он называется «Пусси Райт. Дни бунта». И в субботу, 20 января, состоится выступление в Мюнхене. Не пропустите. «Райт Дэйс» — это абсолютно не только про выступление в Храме Христа Спасителя. Это одна из... Ну, то есть, это про выбор. Вот выбор, который, в принципе, как опция, доступен каждому. И это про мой выбор. Но не только как человека, который принимал участие в панк-молебне «Богородица Путина Прогони», но также и энном количестве других действий. То есть у каждого человека есть история, у каждого человека в жизни возникает выбор, действовать ему или не действовать. И если наш манифест будет небольшой каплей в сторону действия в жизни какого-то человека, для меня это будет лучшим результатом. Мария и другие члены команды, они просили вас, чтобы действовать как панк-молебно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Завтра в программе «Восток-Запад» смотрите репортаж Люба Камырина о том, что происходит с берлинским рынком недвижимости. Не поздно ли еще покупать, а если не в Берлине, то где? Вот какие перспективы видит Альфред Кох, хозяин девелоперской компании «Кох и мобиль Энфервальтунг». Мне кажется, что фундаментальный фактор для рынка – это все-таки экономический рост в Германии, хорошая экономическая конъюнктура, хорошее экономическое состояние и, в общем-то, начавшийся рост в некоторых восточных землях, в частности, в Саксонии и в Бранденбурге. А вот так выглядят дома, которые построил Кох в Бранденбургском районе. КОНЕЦ Хотите знать, кто уже купил в этих домах квартиры? Смотрите в субботу программу «Восток-Запад». А прямо сейчас Николай Клеменюк и программа «ПС Комментс». Не удивлюсь, если сегодняшний выпуск покажется вам необычным. А я прощаюсь с вами. До следующей недели. Это был Дайджест новостей на канале ОСТВЕСТ. В студии была Мария Волкова. Хороших выходных!